Самое главное, с чем он сравнивает инвестор свою инвестицию, он сравнивает свою инвестицию со ставкой безрисковой доходности. Вы хотите получить больше. Вот это вот больше называется премия за риск. В случае, если я буду покупать УФЗ, мои инвестиции будут окупаться 15 лет. В случае, если я куплю автомойку, у меня инвестиции окупятся за 5 лет. И таким образом получается, что да, хорошая премия за риск, я, соответственно, это непосредственно покупаю. Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Вы находитесь на канале MaxCapital. Мы продолжаем наши ответы на вопросы. В этом мне уже по традиции помогает Николай. Итак, давайте приступим. Максим, приветствую. В этом видео хочу поговорить о том, от каких акций нужно избавиться. Я прекрасно понимаю, что мы не имеем права давать индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Я бы хотел поговорить про какие-то базовые ключевые параметры, под которым нужно понять, что акцию пора избавляться от нее из своего портфеля. Очень хороший вопрос, на самом деле. Я соглашусь, что здесь не вопрос удачи индивидуальных инвестиционных рекомендаций. То есть, как на рыбалке, да, на подлёдной, когда на щуку охотятся, да, то есть есть торожки такие, которые, если вот она зацепилась, то у тебя флажок вскакивает. То есть, вот какими флажками могут для нас служить? Что это за ориентир? В первую очередь, для того, чтобы выбирать, стоит покупать акцию, держать акцию или продавать акцию, это в первую очередь нужно понимать сам принцип, что такое акция. Акция – это право вас конкретно, как инвестора, на долю в акционерном капитале определенной компании. То есть, если вы становитесь акционером, вы рассчитываете, что эта компания для вас будет создавать прибавочную стоимость. И здесь важно понимать, насколько рентабельна эта компания, сколько у вас будут окупаться ваши инвестиции в данную компанию, какой маржинальностью данная компания обладает сейчас, какая прибыль у нее будет в будущем. То есть, вы должны смотреть, как развивается компания, какая у нее темп роста выручки, какая маржа остается у акционеров и увеличивает вашу акционерную стоимость. Отлично. Какой первый флажок, если понятно, что щуку поймали мы? Вы капиталист. Вы человек, который может инвестировать денежные средства, и у вас есть денежные средства. Соответственно, первый вопрос, который, в принципе, задает любой бизнесмен, любой предприниматель, даже банк, выдавая кредиты, он просит бизнес-план, потому что он хочет видеть, что вы собираетесь делать, какой рентабельностью это обладает и за какое время у вас окупится инвестиция. То есть, условно, если вы сейчас вкладываете миллион, сколько вы планируете зарабатывать и через сколько этот миллион окупится. То есть, условно, опять-таки, условный пример. Вам предлагают купить автомойку. Автомойку предлагают купить за 10 миллионов рублей. Вы, соответственно, оцениваете эту мойку, там есть определенные боксы. То есть, первый вопрос вы задаете, какие активы у компании есть, то есть, что входит в это непосредственно, и какую чистую прибыль эта мойка несет в год. Условно, мойка приносит вам в год 2 миллиона рублей чистыми. Неплохая рентабельность. Соответственно, как посчитать, да, то есть, если я как инвестор, я понимаю, что все находится в мойке в собственности, нигде ничего не заложено, никаких кредитов нет. Просто несет денежный поток 2 миллиона. Просит за нее 10 миллионов. То есть, я, соответственно, получается, цена, которой мне нужно заплатить 10 миллионов, прибыль, которую несет мойка, составляет 2 миллиона. То есть, я 10 миллионов делю на 2, получаю, соответственно, 5. За 5 лет у меня окупается инвестиция в данную автомойку. И здесь я сравниваю, да, какие у меня есть альтернативы. Самое главное, с чем он сравнивает инвестор свою инвестицию, он сравнивает свою инвестицию со ставкой безрисковой доходности. Это облигация? Это облигация, это ставка рефинансирования. Вообще, ориентир по ставке безрисковой доходности – это доходность 10-летних облигаций страны, в которую вы собираетесь инвестировать. То есть, если вы инвестируете в Америку, то ставка безрисковой доходности для них будет равняться доходности, текущей доходности 10-летних облигаций. Это сколько? Сейчас это где-то 1,7-1,8. То есть, получается, вы вообще не рискуя можете разместить свой капитал, и получается, этого капитала, ну, с каждых вложенных 100 долларов, можете получать 1,8 долларов каждый год от правительства Соединенных Штатов Америки. Если вы инвестируете в Россию, у нас сейчас ставка рефинансирования составляет 4,5, доходность 10-летних облигаций находится на уровне 7%. То есть, получается, что для нас ставка безрисковой доходности это в районе 7%. И если вы идете в акцию, ну, то есть, смотрите, вы акционер, вы можете получить прибыль без риска, по сути, да, от государства, опять смотрим на Америку, на уровне 1,7%. То есть, если вы идете в бизнес, а это предпринимательские риски, ну, то есть, там куча рисков на самом деле, вообще сама предпринимательская деятельность связана с риском, то в этом случае вы хотите получить какую-то премию за риск. Вы не соглашаетесь с доходностью 1,8, вы хотите получить больше. Вот это вот больше называется премия за риск. То есть, почему я иду на рынок, для того, чтобы получить некую премию, которая превышает ставку безрисковой доходности, которую я и так спокойно могу получить на облигации. То есть, почему в марте месяце 2021 года произошла коррекция на американском рынке? Потому что произошло следующее. Доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 1,5%, а доходность всего американского рынка S&P 500 составляет как раз-таки 1,5%. То есть, что произошло? Крупные инвесторы, у них просто пришло осознание, что стоимость акций в Америке сейчас такая, что они вообще не дают никакой премии за риск. То есть, вы берете на себя все предпринимательские риски, как акционер, инвестируя в широкий индекс американских компаний. При этом вы получаете сопоставимую доходность по безрисковой ставке. И здесь тогда, возвращаясь, условно, к той же самой автомойке, ставка безрисковой доходности в России, это получается 7%. То есть, условно, P на E срок окупаемости, это нужно 100 разделить на 7. То есть, мы получим вот некую, ну, сколько это получается, где-то 15 лет. То есть, в случае, если я буду покупать УФЗ, мои инвестиции будут окупаться 15 лет. В случае, если я куплю автомойку, у меня инвестиции окупятся за 5 лет. Соответственно, 100% я получу в облигациях федерального займа через 15-летний промежуток времени, в автомойке я получу за 5 лет. То есть, срок моих достижений целей сократится в 3 раза. И таким образом получается, что, да, хорошая премия за риск, я, соответственно, это непосредственно покупаю. Теперь к вопросу о том, что является все-таки флажком вот этим. То есть, флажком является текущая доходность рынка. Текущая доходность рынка, он считается как некий форвардный показатель ПИИ и рассчитывается очень просто. Сейчас вы видите эту формулу на экране. То есть, если вы инвестируете в акции, вы должны как минимум получить премию за риск. То есть, вот в текущий момент, если посмотреть на текущий показатель 10-летних облигаций Соединенных Штатов Америки, если взять среднюю премию за риск для американского рынка в районе 4%, то есть, вы должны покупать акции, у которых показатель форвардной доходности составляет, получается, 1,7-1,8 плюс 4, где-то 5,7 доходности. Это ставка, это получается, еще раз, на слайде видно, да, чему равняется форвардная доходность. Это ставка безрисковой доходности плюс премия за риск. Ставка безрисковой доходности, это доходность 10-летних облигаций 1,8. Среднее значение премии за риск 4. 4 плюс 1,8, это получается 5,8. Соответственно, если вы находитесь в компании, у которой форвардный показатель по доходности ниже, чем 5,8, то эта компания вам не предоставляет, ну, то есть, она вам не предоставляет никакой премии за риск. То есть, вы в ней находитесь, при прочих равных условиях за риск вы никакой премии не получаете. Вы его несете, в любом случае вы этот риск несете, но премии никакой не получаете. Поэтому ориентиром показателя PII в этом случае должен быть показатель порядка 14. То есть, если я инвестирую в американский рынок, то все компании, у которых показатель PII, условно, цена-прибыль, составляет, ну, то есть, больше 14-15 форвардный, это говорит о перегретости этих компаний. При этом, в среднее значение сейчас американских компаний составляет 40 вместо 14. Если мы говорим про технологический сектор, в технологическом секторе эти показатели составляют, там, среднее значение 60, но на слайде можно увидеть отдельные истории, у которых этот показатель составляет 1000. Ну, это Tesla. Ну, Tesla та же самая, или там, 400. Вот задумайтесь, я вам задаю просто элементарный вопрос, возвращаясь к нашей мойке. Мойка генерирует прибыли 2 миллиона рублей в год. Что такое 1000 PII? Ну, то есть, 1000 лет окупаемости. То есть, 2 миллиона умножить на 1000, это получается 2 миллиарда. То есть, купите ли вы, ну, то есть, в здравом смысле, находясь в адекватности, заплатите ли вы за мойку, которая генерирует 2 миллиона прибыли в год, заплатите ли вы за нее 2 миллиарда? Ну, я же рассчитываю, что в течение, там, десятилетия эта мойка вырастет в какую-то ультра-мега-мировую мойку в мире и начнет переносить не 2 миллиона в месяц, а, там, 2 миллиарда. Это очень важный показатель, это форвардный показатель называется, и в этом случае нужно смотреть, то есть, это не является единственным, естественным показателем, то есть, это сторожок, который сигнализирует. И при этом абсолютно правильно замечено, что не является единственным показателем, потому что, возьмем, например, тот же самый Facebook. То есть, Facebook, когда на IPO размещался, он был оценен в 100 миллиардов, при этом у него чистая прибыль была 1 миллиард. То есть, у него показатель PI, то есть, цена прибыль, составлял 100, 100 лет окупаемости. И скажу честно, я говорил, что мне этот объект неинтересен, то есть, здесь слишком высокие параметры, ну, слишком дорого оценено. Просто, не рассмотрев один простой факт, что, когда Facebook выходил на IPO, он фактически не занимался монетизацией. У него была большая база, большая социальная сеть, у него еще не были настроены рекламные сервисы, то есть, он эту базу, де-факто, не монетизировал, он только-только начал реализовывать рекламные кампании и продавать данные пользователю другим компаниям. Но при этом инвесторы, которые инвестировали, они понимали, что когда чистая прибыль 1 миллиард, то 100 миллиардов окупятся за 100 лет. Но если чистая прибыль увеличивается до 2 миллиардов, показатель PI падает до 50 лет. Когда он увеличивается до 10 миллиардов рублей в год, то показатель PI становится всего лишь 10. Если же компания начинает зарабатывать 20 миллиардов, то этот показатель становится 5 лет окупаемости. И собственники Фейсбука должны объяснить, где они в следующие 5 лет будут зарабатывать 20 миллиардов долларов. И если они это объясняют при IPO, то есть объясняют инвесторам, те делают расчеты и покупают. Что касается Tesla. Вопрос в том, насколько у них растет валовая выручка, насколько у них растет рентабельность. Где новые заводы Tesla, то есть какие объемы будут. Хорошо, предположим, что объем производства автомобилей у Tesla в следующие 5 лет увеличится в 10 раз. В 10 раз это такие амбициозные цели, то есть за 5 лет вырасти в 10 раз в очень конкурентной среде. Я, во-первых, очень сомневаюсь, что другие автопроизводители не будут в этом направлении смотреть. Оставим этот вопрос в стороне. Да, просто условно Илон Маск взял и рассказал, как он увеличит в 10 раз свою чистую прибыль. Но даже при этом, при увеличении этой прибыли в 10 раз, инвестиции в Tesla будут окупаться 100 лет. То есть PI все равно будет 100. Да, не будет 1000, будет 100. Чтобы он стал приемлемым для меня, то мне, как потенциальному инвестору Tesla, должно быть понятно от менеджмента, то есть должен быть понятный бизнес-план, каким образом они увеличат свою чистую прибыль, каким образом увеличат в 100 раз. В 100. При этом на протяжении последних 10 лет, пока у них этого не получалось. И одновременно с этим, получается, компания начинает на 1 миллиард долларов покупать биткоины. То есть, если я инвестирую в электромобили, в электрокары, то я хочу получать прибавочную стоимость от создания электрокаров, а не от того, что моими деньгами, моим акционерным капиталом менеджмент спекулирует на крипторынке, который не создает прибавочной ценности. Я думаю, что это другая история. Если хотите, давайте попросим наших зрителей поставить плюсы в комментариях. Мы про Tesla снимем отдельное видео, если плюсиков наберет достаточно много. Давайте перейдем обратно к флажкам. P&E. Первый флажок. Второй флажок. Второй флажок в текущей ситуации немаловажным является отношение долга компании. То есть, какой у нее уровень долга, отношение долга компании к выручке. То есть, он показывает, насколько закредитована компания. Условно, сколько она должна зарабатывать денег для того, чтобы погасить свой долг полностью. Это если у автомойки оборудование в кредит. Да. О чем это говорит? Что когда у компании очень высокий долг, когда этот показатель значительно выше 3-4, это говорит о том, что у компании очень высокая долговая нагрузка. Она может расти, плохого в этом опять-таки. То есть, если этот показатель высокий, это еще не признак для того, чтобы отказываться от покупки. Потому что, допустим, фармакологические компании, фармсектор, там очень много проходит сделок с влиянием поглощения. То есть, покупается компания, под это берутся деньги, увеличивается долговая нагрузка. Но при этом они покупают компанию высокомаржинальной. То есть, условно, я смотрю, что да, у компании долг высокий, но при этом у нее маржинальность, нет маржин, составляет там условно 50%. Что такое 50%? Что с валовой выручки 100 долларов, 50 долларов это ее прибыль. Это много. А там 25 долларов, да, это чистая прибыль. Я понимаю, что 25 долларов со каждых ставок, это остается у акционеров. И даже высокая долговая нагрузка, пускай стоимость денег, стоимость обслуживания долга увеличится, там до 3, 5, даже 6, 7 и даже 10%, это приемлемый уровень долга, потому что маржинальность очень высокая. То есть, когда я смотрю на ExxonMobil или Chevron, компании, у которых высокая достаточно долговая нагрузка, но при этом маржинальность очень низкая. То есть, из 100 долларов выручки у них там остается 9 долларов. От чистой прибыли вообще 1-2 доллара остается. Я понимаю, что компания очень рискует в условиях растущих инфляционных ожиданий и возможного повышения процентных ставок у компании могут быть серьезные проблемы. Поэтому вот сравнивая, допустим, эти компании, то есть, опять-таки, отношение долга к прибыли, важно, чтобы оно было вообще там ниже 2, да, то есть это вообще идеальный вариант. В России, кстати, таких компаний достаточно много, в отличие, допустим, от тех же самых американских. И поэтому я смотрю, насколько долг погашается текущими платежами, текущей выручкой, которую зарабатывает компания. А как мне узнать, насколько компания закредитована? Мне нужны документы какие-то поднять или что сделать? Вообще это предоставляется отчетность, то есть, есть сервисы бесплатные, есть сервисы платные. Опять же, если вы хотите, чтобы мы записали отдельное видео по этому поводу, друзья, то вы можете написать по этому поводу комментарий, и мы запишем отдельное видео, то есть, какими сервисами платными, бесплатными может пользоваться частный инвестор в России, с тем, чтобы производить оценку фундаментальных показателей, и не просто производить оценку, то есть вы уже получаете в сервисах эти фундаментальные показатели посчитанными. А вообще у нас есть закрытый клуб инвесторов, в рамках которого у нас как раз-таки происходит оценка фундаментальных показателей компании. Как минимум раз в месяц проводятся вебинары, где мы делаем распаковку компании, где мы используем как платные, так и бесплатные сервисы, показываем, на какие коэффициенты нужно смотреть, как произвести оценку рентабельности компании, как произвести оценку долговой нагрузки компании. И для того, чтобы вступить в данный клуб, переходите по ссылке в описании под этим видео. Максим, давайте вернемся к нашим флажкам. Какие еще показатели могут указывать на то, что акцию нужно срочно продавать? Здесь есть хороший показатель, который говорит не столько о том, что акцию нужно продавать, сколько сигнализирует о том, что ее нужно покупать. Другая ситуация, это очень хорошие показатели. На самом деле, Баффет, в принципе, в период, когда он был не очень большой, то есть, в принципе, когда ты небольшой, когда объем активов у тебя не очень громадный, то есть, когда ты не управляешь сотнями, десятками миллиардов долларов, то в этом случае ты можешь покупать компании, у которых цена компании по отношению к балансовой стоимости ниже единицы. То есть, вообще, Баффет в своих письмах к акционерам Berkshire Hedway в самом начале своей инвестиционной карьеры, в 60-е годы, когда Уоррен Баффет только-только формировал свое партнерство Berkshire Hedway, управлял деньгами своими собственными, семьи, друзей, то в этом случае, как раз-таки, для него ключевым было покупка компании, у которых показатель цены к балансовой стоимости был ниже единицы. Он называл такие компании сигарными окурками, да, то есть, это хорошая, дорогая сигара, которая вроде бы выкурена, да, но окурок вам достается бесплатно, но в нем еще есть 2-3 тяжки там шикарного вкусного дыма. Если проще объяснить, что это значит, что мы берем рыночную цену компании и делим ее на балансовую стоимость, то есть, стоимость чистых активов. Давайте возьмем пример с мойкой, да, то есть, вам предлагают автомойку за 10 миллионов рублей. При этом стоимость чистых активов недвижимости, которые, вот это вот всего-всего-всего, составляет 12 миллионов. И еще 3 миллиона рублей лежат на расчетном счете, долгов никаких нет. То есть, стоимость чистых активов автомойки составляет 15 миллионов. То есть, в чем суть, то есть, в этом случае эта автомойка будет сигарным окурком для Баффета. Почему? Потому что цена 10 миллионов, мы делим это на 15 миллионов и получаем коэффициент 0,66. То есть, когда этот коэффициент ниже единицы, то вы, в принципе, как акционер не рискуете. То есть, если гипотетически произойдет ситуация, при которой автомойка будет объявлена банкротом, то есть, придется ликвидировать это предприятие. Вы, как собственник этой компании, можете продать основные средства. У вас остается кэш. То есть, у вас общая стоимость, стоимость ваших чистых активов составляет 15 миллионов, за которые вы заплатили всего лишь 10. То есть, получается, вы вот эту разницу, вот эту ниже единицы, вы получили себе на карман. То есть, вы получили их бесплатно. И здесь просто очень важно смотреть, в компании, которая торгуется, то есть, этот показатель PB называется, Price Toolbook. То есть, цена, деленная на балансовую стоимость. И если она ниже единицы, хороший сторожок такой, в обратную сторону, то есть, чтобы посмотреть, а какие, в принципе, компании сейчас стоят дешевле своей балансовой стоимости. Ну, вот в качестве примера, допустим, можно было привести, в период кризиса, да, круизные компании очень сильно падали. Очень сильно падали компании. У меня там даже целый отдельный пост по этому поводу был. То есть, я приводил не с автомойкой, например, а я вам приводил пример с яхтой, да. То есть, представляете, вам там, яхту продают за 30% ее текущей рыночной цены. Не первоначальной цены, а текущей рыночной цены. То есть, да, понятно, что круизы остановились, да, понятно, что платятся бешеные деньги, чтобы они на рейде стояли и не эксплуатировались. Риски есть, вопросов нет, они присутствуют. То есть, в хорошие периоды таких разрывов, то есть, чтобы компании стоило меньше акционерного капитала, редко бывают. А если и бывают, это, как правило, очень проблемные компании, у которых просто сама стоимость активов может сильно упасть. Почему мы говорим про это? Почему для меня сейчас это является старожком? Потому что таких компаний будет становиться много, а какие-то из этих компаний, в принципе, они реально могут выжить. И в этом случае я, как акционер, защищен от возможного, от банкротства. Я, в общем, если интересно, могу привести пример. У меня в 2008 году было открытие филиалы компании «Тройка Диалог Воронежа». И в январе 2009 года я встречался с очень состоятельными людьми в Воронеже и предлагал купить акции Сбербанка по 17 рублей. Я им приводил, на самом деле, точно такие же аргументы, связанные с тем, что я говорил, вот смотрите, балансовая стоимость Сбербанка, одной акции Сбербанка составляет 37 рублей. То есть, вот если Сбербанк вдруг произойдет такое, что ему придется распродать все активы, которыми он владеет, погасить все обязательства, то в этом случае на одну акцию акционеру придется 37 рублей. Акция стоит 17 рублей. То есть, вы, как акционеры, защищены, что в случае, если вы вложите 17 рублей, и Сбербанку придут кранты полные, да, то вы на каждые вложенные 17 рублей получите 37. У вас уже есть прибыль, да. На что человек сказал, а ты даешь гарантию, что завтра 5 рублей не будет акция Сбербанка? Он же как-то упал до 17, да, со 100. Я тогда, ну, не мог дать таких гарантий, да, в принципе, любой вменяемый человек вряд ли сможет дать гарантии на рынке, потому что бывает всякое. Но если ты смотришь на этот показатель как инвестор, ты понимаешь, что на этом можно заработать. И когда мы смотрим на текущую ситуацию кризиса, то есть, когда происходит распродажа активов, и мы действительно получаем сигналы, что появляются компании, у которых этот показатель падает ниже единицы, при этом у них может быть хорошая маржинальность, у них может быть высокий уровень долга, как правило, да, то есть, когда высокий уровень долга, а у компании снижается выручка, этот показатель начинает плыть и начинает снижаться. И в этом случае важно посмотреть на предыдущий показатель отношения долга к выручке. Раз. Второе, проанализировать, какая маржинальность у этой компании. Net margin, gross margin, то есть сколько компания, какова доля прибыли в валовой выручке. И это уникальный шанс для того, чтобы купить очень хорошую компанию с хорошим дисконтом. Максим, мы изначально говорили про то, как понять, что от акции нужно избавиться, а мы тут уже начали говорить про то, как найти компанию, которую нужно покупать. Давайте попросим зрителей, если им это интересно, поставить лайк, и мы запишем для них отдельное видео. Если вы согласны, конечно. Конечно же, я согласен. Друзья, если вы хотите видео по поводу того, каким образом отбирать компании в свой инвестиционный портфель, на какие показатели обращать особое внимание, чтобы эта компания в долгосрочном периоде принесла вам прибыль, прирост капитала, сохранение денежных средств от инфляции и дополнительный прирост капитала, пожалуйста, подписывайтесь на канал, щелкайте на уведомления, чтобы получать информацию о новых видео. И обязательно оставляйте комментарии. Оставьте комментарии о том, что вам такое видео требуется, и если таких комментариев мы наберем достаточное количество, обязательно запишем. Максим, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Николай, спасибо большое за вопросы.